Если вы хотите быть успешными, вам нужно выступать перед другими людьми. Это могут быть семинары, конференции, лекции, какие-то публичные выступления. В бизнесе это особенно важный навык. Я заметил, чем лучше ты умеешь выступать публично, тем больше денег ты зарабатываешь. Взаимосвязь здесь очень простая. Благодаря публичным выступлениям ты оттачиваешь свой навык влиять на людей с помощью слов. Чем сильнее ваше влияние, тем проще убедить человека стать вашим партнером или поддержать ваши проекты. Мой личный опыт публичных выступлений огромен. За плечами тысячи речей перед разными аудиториями. Мои выступления проходят и в узком кругу, где могут быть всего несколько человек. А могут быть и грандиозные арены, например, в Олимпийском в Москве, где на моем выступлении присутствовало 20 тысяч человек. Сейчас я поделюсь с вами моими тремя личными наработками, которые обеспечивают успех моим речам. Мой первый совет – говорите о том, что вам хорошо известно. О чем мы знаем лучше всего? Конечно, это личный опыт. Если вы рассказываете о чем-то отвлеченном, всегда могут найтись те, кто владеет информацией лучше, знает об этом больше или просто может поправить вас. Но если вы говорите о своем личном опыте, то здесь вам нет равных. Поэтому, когда вы хотите донести важную мысль, рассказывайте о ней с позиции своего опыта. Не говорите о том, что для достижения успеха нужна настойчивость, а приведите примеры того, какое упорство вам пришлось проявить, чтобы достичь результатов. Не просто рассказывайте о том, как важна команда, а скажите о том, чего вам удалось достичь благодаря единству и сплоченности вашего коллектива. Могу гарантировать, что чувствовать вы себя будете увереннее, а слушателям будет гораздо интереснее. Второй совет. Говорите о том, что важно для вашей аудитории, но при этом и важно для вас лично. Если для ваших слушателей важно найти свободный график работы, отсутствие контроля со стороны начальников, и для вас это тоже близко, то говорите именно об этом. Именно это придает дополнительную убедительность вашим словам. Тогда вы найдете аргументы, которые дойдут до самого сердца ваших слушателей. Вы подберете самые точные слова, потому что сами знаете ценность этому, потому что сами пережили этот опыт. Это, кстати, одна из причин, почему я рекомендую продавать именно тот товар, который нравится вам лично. Люди чувствуют это, когда вы с ними общаетесь. Они видят ваши отношения и проникаются в ваши заинтересованности. Сложно, порой даже невозможно быть убедительным в том, чего не пережил сам. Но если вы испытали что-то важное для ваших слушателей, то делитесь этим опытом, устанавливая крепкую эмоциональную связь с вашей аудиторией. Известно, что люди покупают именно у того, кто им нравится. А нравятся им люди, похожие на них. Искренне продемонстрируйте эту похожесть и завоюйте сердца людей. Третье важная вещь, которая поможет сделать ваше выступление эффективным. Придерживайте схемы. Первое. Скажите, о чем вы собираетесь говорить. Второе. Скажите это. И третье. Скажите, о чем вы только что говорили. Если в самом начале вы четко обозначили тему, если вы дали слушателям понять, о чем пойдет речь, то им будет гораздо проще следить за основной мыслью ваше выступление. И в завершении кратко подытожьте сказанное вами. Выделите самое важное и повторите это для слушателей. Акцентируйте их внимание на самом важном из вашей речи. Но скажите об этом другими словами, чем до этого. Задача такого подведения итогов – донести вашу ключевую мысль разными словами. Тогда она будет понятна большинству людей и лучше запомнится вашей аудитории. Эти приемы я всегда применяю в своих выступлениях. И они всегда работают. Используйте их. Оттачивайте свое мастерство публичных выступлений. И смело идите к своему успеху. Продолжение следует...